Здравствуйте! В эфире «Живой журнал губернатора». Поговорим о событиях за неделю. Сегодня это уже является эпидемией и, безусловно, мной даны поручения министра здравоохранения предпринять все необходимые меры, чтобы минимизировать последствия эпидемии гриппа. В том числе я хотел бы отметить, что сегодня нами проработан ряд мероприятий, которые могли бы помочь амичам снизить эти риски прохождения эпидемии на территории региона. Первое. В аптечной сети «Омское лекарство» было дано поручение снизить на 25 наименований жизненно важных лекарств цену и поставить ее ниже рыночной, для того, чтобы амичи могли воспользоваться этим лекарством. И второе, что мы сегодня проводим через эту же аптечную сеть, это все социально незащищенные свои населения. Мы здесь говорим и о многодетных семьях, и о инвалидах, о жителях пожилого возраста. Были сделаны карточки с 7-процентной скидкой на все лекарственные препараты. Было выдано порядка 95 тысяч таких карточек, еще раз повторюсь, для лиц социально незащищенных. Это тоже дает существенное снижение для медицинских препаратов в сети «Омское лекарство». Почему именно в сети «Омское лекарство»? Потому что это сеть аптек, которая сегодня принадлежит правительству Омской области. На коллегии подводились итоги работы за 2015 год. Поднимались все аспекты охраны правопорядка. И хотелось бы акцентировать внимание на то, что по Сибирскому федеральному округу и по России в целом преступность в нашем регионе снижается. Но при этом остается высокая преступность на улицах города и других населенных пунктов в регионе. Проанализировав результаты коллегии, мы, безусловно, еще раз обращаем внимание на то, что сегодня нужно выводить общественность на охрану улиц города и других населенных пунктов. Второе, на что бы я обратил внимание по итогам коллегии, это рост дорожно-транспортных происшествий. Поэтому система «Безопасный город», которую мы сегодня внедряем на территории региона, должна заработать как можно быстрее. Это даст нам положительный эффект, потому что свыше 250 камер будет установлено во всех точках областного центра. И по наиболее напряженным трассам, которые сегодня являются наиболее опасными. «Безопасный город» должен дать тот эффект, который мы ждем, именно снижение травматизма на дорогах. То, что Воскресенский храм нужно восстановить, это, я думаю, поддержит многие амичи. Его нужно восстановить в том историческом облике, каким он был. Создан Попечительский совет, Попечительский совет начал работу. Выделены и федеральные деньги, и региональные деньги на строительство этого объекта. Выбран подрядчик, и поэтому я думаю, что цель, которую мы поставили, безусловно, должна быть выполнена. Конечно, очень короткий срок к 300-летию города, но, тем не менее, максимум всех работ к 300-летию должно быть выполнено с учетом подрядов и сроков, которые мы определили. Сегодня очень много выступает простых жителей, беспокоятся о 300-летии города. Сегодня непарламентские партии очень много дают дельных предложений по проведению праздника. Сегодня видна заинтересованность всех неравнодушных горожан о том, как нужно провести этот праздник. Безусловно, и журналистское сообщество тоже включилось в эту работу, и то, что мы провели награждение на прошлой неделе таких наиболее хороших работ, которые действительно, знаете, чувствуется душа, чувствуется заинтересованность в реализации поставленных целей и задач, безусловно, это еще одна маленькая монетка в копилку подготовки к празднованию города. Если таких монеток мы как можно больше наберем, безусловно, праздник состоится в том формате, который мы для себя каждый видим, что это действительно будет праздник 300-летия города Омска. Меня прежде всего, наверное, не поразило, а порадовало, что вот приходят люди, простые люди. Вот пришел простой пенсионер, и он не просил там сделать что-то у него во дворе или к его дому, да? Его беспокоила дамба, которая проложена на речке Саргатка, которая постоянно размывает. Пришел гражданин, который беспокоится о том, что нужно создать пожарный пост в селе, который будет прикрывать еще 9 населенных пунктов. Учительница пришла просить за своего ученика, который получил за свой труд, за свою работу первое место, и его пригласили в Москву поучаствовать дальше, показать свой талант. Люди, когда начинают мыслить масштабнее, вот общественно начинают преаволировать над частным. Вот это очень важно, что сегодня люди просыпаются и видят не просто свое, а видят общее, что создавало бы новые условия жизни для всех своих земляков, односельчан. Я бы отметил вот по этому приему, который мы проводили в Саргатском районе. Безусловно, сегодня есть очень хорошие предложения, которые можно брать за основу для каких-то программ, которые мы сегодня прорабатываем. И те просьбы, которые люди высказывали, конечно же, уже по ним даны поручения, и по этому мальчику он, конечно же, поедет в Москву. Он завоевал это право своим трудом, своей работой, и мы организуем эту поездку. Пожарный пост сегодня уже на планерке дал поручение, что обязательно включить его в программу, и там будет в течение этого года будет организован пожарный фонд. То есть по каждому обращению граждан мы отрабатываем, и даются поручения на правительстве, каждому по направлению, кто за это отвечает. Татьяна День является днем студентов, и, безусловно, студенты стараются праздновать этот день. Кстати, у нас в Омске тоже более 137 тысяч студентов, и я считаю, что Омск – это, безусловно, студенческий город. У нас на сегодня очень высокий уровень образования, все институты и университеты выдерживают все необходимые параметры, которые предъявляет сегодня федеральное законодательство, и, безусловно, тот профессорско-преподавательский состав, он сегодня соответствует всем требованиям времени. Поэтому я считаю, что из наших учебных заведений выходят очень грамотные специалисты, подготовленные на очень высокопрофессиональном уровне, и, безусловно, хотел бы пожелать всем удачи, всем хороших сдачи экзаменов, ну и, безусловно, провести студенческие годы, чтобы потом не было больно за то, что они что-то не ухватили, находясь в стенах учебных заведений. На сегодня это все. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин